Сеем, веем, посеваем и повышаем производительность сельхозпредприятий. Такой простой слоган можно было бы придумать для очередного уже традиционного дня поля. 275 предприятий приехали показать достижения науки и техники и позаключать договоры. Вот, например, разработка алтайского предприятия ЩИТ. Управление насосом используют и для орошения, и для подачи воды в дома. Он может стать спасением, например, для многочисленных алтайских сел, в которых водоснабжение проблема. При обрушении башен, которые у нас по весне довольно-таки часто происходят в регионах, позволяет в течение трех-четырех часов возобновить водоподачу в населенных пунктах. С помощью частотного преобразователя, педрегулирования, настраивается давление и поддерживается одно и то же давление во всей сети водоснабжения. О своих новинках могли рассказать почти на каждом стенде. Высокие технологии и цифровизация – главная тема этого дня поля. Но без классики не обойтись. Вот крепкая классика – Хеннесси. Кобылу так зовут. Это наша гордость, гордость отечественной селекционной школы. Это орловская российская порода лошадей. Это первая порода, одна из первых пород, которая вообще выведена в России. Но сейчас это ипподромная лошадь. То есть это лошади, данную породу разводят для ипподрома. Копытные приковали внимание уже крупного бизнеса. Сфера пахнет серьезными инвестициями. Губернатор рассказал, что федеральное предприятие построит в Заринском районе животноводческий комплекс на 3000 коров за 5 миллиардов рублей. Это и работа, это и налоги, это производство, это обеспечение, ну, как обещают инвесторы, высококачественным молоком наших переработчиков. И, естественно, все меры государственной поддержки при условии, чтобы выполняться все требования работы сельхозтоваропроизводителя, будут, конечно, предоставлены. Поэтому это большая, хорошая новость для Заринского района, ну и для края, думаю, в целом. Кроме того, по оценкам организаторов, сумма прочих заключенных соглашений составила еще 3 миллиарда. Так что день поля выдался урожайным. А представитель федерального минсельхоза пообещал, страна будет поддерживать темпы роста сельского хозяйства в регионе. Видя тот рост уровня технологий, селекции семеноводства, которые сегодня наблюдаются в Алтайском крае, мы оцениваем перспективы данной отрасли очень высоко. И совместно с регионом будем и дальше разрабатывать меры государственной поддержки, которые позволили бы закрепить те тенденции развития производства продукции растеневодства, которые сегодня имеются. А тенденция развития дня поля сохраняется традиционно. Уникальный, исключительно алтайский симбиоз светского раута на земле и сельхозвыставки себе не изменяет. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...